Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программы «Вечерний зефир». И сегодня у нас в гостях М. Калинин и Сергей Сергеевич, музыканты группы «Афинаш». Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как создавалась группа «Афинаш». Хочется наших телезрителей познакомиться сначала с вашим творчеством, рассказать о группе. Мы выходцы из... То есть группа «Афинаш» — это не мы вдвоем, там, у нас квартет, у нас четверо. Это все мы выходцы из Северов, это Архангельская область, Вологодская, Коми. Мы с Мишей познакомились и подружились еще в Вологде во время учебы в институте в 2007 году. Вот уже тогда пробовали совместно музицировать, но у каждого из нас были тогда собственные проекты, и они как бы возобладали. А переехав в Петербург уже в 2011, получается, году, мы собрали «Афинаш» первоначально как... Как дуэт. Как дуэт, да, акустический. Это в 2012 было, в 2011 вот Сережа только в конце года переехал. А насколько я знаю, хотели собрать группу, да, из гораздо большего количества человек, но не получалось. Мы просто хотели, нет, мы просто хотели такой стандартный рок-состав собрать сначала. Гитары там, ну, барабаны, но... Мы начали даже репетиции там с гитаристом и барабанщиком, но... Но нам не нравилось. Стало быстро ясно, да, что нам это нужно, а... Ну, и нам, собственно, не нравилась сама звуковая концепция, и хотелось чего-то особенного. И мы просто ради... Ну, сначала даже ради хохмы подали объявления в интернете и расклеивали вместе с Сережей объявления по городу о поиске аккордеониста. И потом чудесным образом получилось так, что наша знакомая, Вологодская причем, порекомендовала нам своего друга, который, как оказалось, тоже жил в Вологде. Это наш Саша, наш комп... Ну, наш музыкант, наш друг. Мы подружились, встретились, и у нас так, таким образом образовалось трио. Мы даже выступали в таком составе. Несколько концертов первых, это был 12-й год. И потом Саша привел своего друга. Это Саша Ом, тромбон, гитара, куча инструментов, наш мультиинструменталист и второй голос группы. Таким образом, вот, сложился наш классический, бессменный состав, который существует по сей день. Это наш костяк, неизменный квартет. Ну, так достаточно редко, мне кажется, когда состав остается неизменным. И теоретически во многих группах меняется. Это неправда. Это свойственно таким, так скажем, персонацентричным группам. На Западе, допустим, очень часто устойчивые музыкальные составы. А я считаю, что у нас группа все-таки такая... Собранная по западному образцу, так скажем, когда каждый участник в коллективе играет очень важную роль. И персона каждого участника очень важна. В том смысле, что в нашем коллективе каждый участник принимает огромное участие в сочинении аранжировок, вообще в придумывании материала. Ну и вообще в жизни. Вообще в жизни группы у нас очень, так скажем, тщательно и продуманно делегированы все полномочия между нами, кто чем занимается. И у нас нет такого, что... Ну, то есть это не группа по принципу, собранная по такому, что есть там, допустим, какая-то движущая сила, да, остальные такая-то массовка. То есть это же, что есть лидер группы, да, с тобой. Да, вот я об этом и говорил, о персоноцентричности. То есть у нас как раз коллектив собранный немножко, ну, как бы он так не задуманно, что так сложилось. Вот если вы возьмете какие-нибудь коллективы из такой мировой рок-классики, скажем, там, Куин, там, например, Лед Зеппелин, у них же, ну, не менялись составы. И часто, когда какой-нибудь музыкант уходил из жизни, как вот было с Меркури, как было с барабанщиком Лед Зеппелин, группа просто прекращала свое существование. Или там даже с дифтонсом. Да, либо дифтонс, вот, например, из более таких, так скажем, ну, не молодых, это тоже своего рода классика мировой музыки. И очень часто коллективы очень известны, да, тот же Рамштайн, там никогда не менялся состав. И все потому, что это не состав, набранный, там, продюсерами, когда берется, вот, там, какой-то фронтмен условный, и к нему набирается музыкальный состав. Мы изначально друзья все, мы не создавали проект с целью, там, покорения каких-то олимпов музыкальных, с целью, там, заработка и так далее. А вот с какой целью создавался проект? Чего хотелось? Нам хотелось, изначально нам просто хотелось доносить свою музыку для максимально широкой аудитории. Мы, честно говоря, с Сережей, когда создавали группу, у нас, мы работали на обычных работах долгое время, и не было уверенности в том, что мы когда-то будем на самоокупаемости заниматься только музыкой. Вот. Но, естественно, не будем лукавить то, что желания такие, конечно же, у нас были. И амбиции у нас были и остаются очень серьезные. И у нас даже была договоренность с Сережей, что когда мы создавали проект, мы договаривались, что если дело, ну, не пойдет явно, то есть это будет оставаться все на уровне какого-то домашнего кухонного хобби, мы лавочку прикроем и займемся мирскими делами. Мы себе дали год. То есть с момента основания, получается, коллектива мы решили, что вот у нас есть год, и за этот год нам нужно чего-то там, ну, как себе самим доказать, что мы этим занимаемся не зря. И получается, что ровно через год мы записали дебютный EP, мини-альбом. И он был успешен. Да, и презентовали его, можно сказать, с аншлагом. Мы выбрали небольшой зал грамотно, и он был битком. И это стало как бы символом того, что мы, в общем, на верном пути. И вы почувствовали, что можно заниматься уже именно музыкой? Нет, это все не так быстро пришло. Конечно, нет. То есть сначала мы не гастролировали, мы не гастролировали до 16-го года. Ну, вот так вот, чтобы серьезно. У нас были какие-то короткие выезды в родной город, в Вологду, в Москву мы ездили. Но в крупные какие-то турны мы не отправлялись тогда. И само собой приходилось совмещать, грубо говоря, вот это уже увлечение, которое вырастало за рамки обычного, привычного такого хобби. И работу, которая просто приносила ежемесячный какой-то доход. Первый гонорар мы получили за выступление в 2014 году, то есть через два года после основания коллектива. Ну и через год концертной деятельности. Да, мы сами делали этот концерт. Это была презентация нашего альбома «Я и Мебиус едем в Шампань». В Петербурге. В Петербурге, да. И это были первые деньги, которые мы получили за выступление на сцене. Я вот, я просто хорошо помню, это было что-то там по 4 или по 4,5 тысячи, я себе кроссовки смог купить. Ну и сегодня, возможно, на достаточно серьезных радиостанциях услышите, участвуйте в фестивалях и нашествия, и дикой мяты, и во многих других. Ну мы участвовали, пожалуй, во всех, ну может быть, почти во всех самых крупных фестивалях. В профессии только. Да, вот, наверное, только, ну у летающих мы не были. Вот, но возможно, что и там тоже появимся, и организаторы крупных фестивалей нас достаточно регулярно приглашают выступать, и за что им большое спасибо, и очень приятно, что нас зовут, нередко в качестве хедлайнеров, и это очень приятно. А вот на ваш взгляд, чтобы в сфере музыки сегодня стать популярным, известным, что нужно? Ну, нужно не стараться, нужно не стараться просто. Ну, все равно нужны какие-то, должны быть какие-то моменты, то, что интересны сегодня публике, на что вы подращаете внимание, что ее цепляет. Ну вот как раз, ну, нужно найти себе какого-нибудь СММщика, быть профаном и не стараться. Ну вот, если хочется быстро. Но мы вот медленно, у нас другой путь, я не могу рассуждать с точки зрения фрешмана, да, потому что нам уже, у нас возраст не фрешманский у всех участников в группе, поэтому у меня, наверное, уже несколько другого формата мышления, и оно у нас у всех такое, несколько олдскульное, оно и в подходе к самому созданию музыки, и некоторые у нас есть все-таки стереотипы, которые неизменно срабатывают в голове, и какие-то вот вещи, через которые сложно перешагивать, которые являются нормой для современных музыкальных тенденций. Ну, то же самое, там, допустим, сингловое мышление слушателей, вот, современных слушателей. Мы не мыслим синглами, я много раз об этом говорил, очень часто. Мы всегда мыслим в формате большой истории, и когда вот сейчас мы делаем первые шаги в направлении какой-то вот сингловости, всегда выпускаем песни синглами, это приходится какое-то вот усилие делать над собой, потому что, ну, для меня, допустим, как для человека, который, так скажем, отвечает за какую-то смысловую составляющую в нашей музыке, там, за текст, да, так как я мыслю, ну, в формате именно истории какой-то большой, глобальной, мне вот тяжело мыслить в формате сингла. Хотя у нас часто и в сингле есть какая-то вот развернутая история, но все равно мы такие больше олдскульщики в этом смысле. Ну, даже вот сейчас у нас вышел новый сингл, буквально неделю назад, или, получается, две недели назад, Нью-Йорк, Москва, там всего две песни, но даже эти две песни, они составляют такую мини-историю, это, как бы, такой концентрированный взгляд на историю вообще коллектива, то есть, там, песню Нью-Йорк, она была написана, там, Миша еще в старшей школе, песню Москва... Сочинилась в Туре. Да, сочинилась она вот весной 2019 года, то есть, это сингл, который берет, там, из 2004, там, 2004 выходит, от 2004 до 2019, 15 лет в этих двух песнях, как бы, и... Какая ретроспектива, получается, творческая? То есть, даже, даже такой, как бы, хит-сингл, и то получился с определенной заумью. Это, ну, это своего рода такой подход, там, который был в ходу когда-то. Сейчас он ушел, так сказать. Ну, ко всему прочему, сингл еще и объединен темой одних из самых, так скажем, ярких, крупных, культовых мегаполисов мира, то есть, это Нью-Йорк и Москва, знаковые города, и у нас даже была идея, ну, для концертов составить такую некую концепцию, у нас еще есть песни, посвященные другим городам, чтобы это была такая, как бы, география своего рода. Ну, уже шутят люди по этому поводу, география софи наша. Я вот знаю, что у вас и продюсера никогда не было, то есть, вы сами, сами себе продюсера. Понимаете, у нас в стране понятие продюсер, это, ну, несколько искаженные представления об этом. У нас путают продюсера и спонсора, там, например, продюсера и звукорежиссера. Продюсера не было, а спонсор был? Или спонсора тоже не было? Как раз у нас спонсоры, мы сами себя, спонсоры. Мы сами зарабатываем, сами тратим. Сами, сами тратим, да. У нас был один опыт краудфандинга, и он был достаточно успешный, но и то, как бы, вот, чисто к каким-то моральным моментам, нам не хочется к нему возвращаться, нам проще самим заплатить, самим сделать. Вот. Потом выложить это все бесплатно в интернет и получить свою дозу хейта, в общем, в комментариях. Да, что-то вроде того. Так у тебя на душе спокойнее. Вы знаете, что свою стилистику вы определили как нуар шансон. Да, это давно очень было. Сейчас что-то изменилось? На самом деле оно изменилось с момента, как только этот тег был придуман. Сережа придумал этот тег просто для того, чтобы себя как-то идентифицировать на музыкальном поле. Когда молодые группы участвуют в сборных солянках, у них под названием коллектива все время в скобочках пишут. Раньше писали, сейчас уже. Сейчас уже, наверное, даже не пишут. Жанр. Вот. И чтобы там не было написано там рок или там... Ну, какая-то такая вот ерунда из Википедии, мы придумали свою ерунду. Ну, вот в Википедии написано про нуар шансон. Ну, это круто. Ну, это теперь написано, потому что... То, что мы придумали, это очень круто. Потому что мы там появились, да. Понимаете, удалось протолкнуть вашу в Википедию. Тренд. Более того, сейчас уже появляются группы молодые, которые сами себя изначально называют нуар шансоном. И это особенно смешно, потому что нуар шансон – это как бы жанр, которого, по сути дела, нет. Это просто слово, которым нужно было обозначиться. И у него нет канонов звучания. Нуар шансон звучит так, как звучит наша конкретная песня. Он может звучать там, как песня, допустим, «Еду», или как песня «Лес», или как песня «Москва». И все это... Вот это все нуар шансон. Потому что нередко приходится там встречать тоже такое мнение, типа, вот там куда-то ушел нуар шансон. Но, ребята, вы поймите, нету никакого нуар шансона. Его и не было, да? Есть группа «Афинаш», которая играет музыку. Это как второе название просто. А то, что люди сами себе напридумывали, сами себе навесили каких-то смыслов на это словосочетание, ну что ж, как бы в рамках жить всегда удобнее. То есть некоторые люди просто, может быть, этот жанр ассоциируют с какими-то альбомами, которые они услышали у нас первыми. А так как у нас программные вот эти вот альбомы менялись стилистически достаточно существенно. То есть если послушать там альбом, скажем, 2014 года наш первый «Лонг Плей», да, и альбом 2018 года «Золото», это очень разные по звуковому полотну работы. И многие люди, которые там, допустим, полюбили нас в 2014 году... Для них вот это нуар шансон. Да, и они в работе 2018 года нуар шансона не видят, хотя его и нет. Насколько я знаю, вы сами и учились, да? То есть у вас нет специального музыкального образования? Нет, смотрите. У нас двое наших музыкантов, они профессиональные музыканты. Это как раз наш Александр Криковец, баянист, он вообще консерваторский музыкант с замечательным образованием музыкальным. Саша, он также имеет музыкальное образование. Я учился... Ну я, правда, по направлению вокал обучался, то есть как гитарист я самоучка от начала до конца. И вот по вокалу я обучался, но обучался индивидуально уже, когда группа существовала. Инструменты, я вот смотрю, экспериментируете. Интересные используете. Укулели, да, правильно называется? Укулели, да. Калимба. Да, то есть ну вот такие, неожиданные. Слушайте, у нас... У нас вплоть до пилы, вплоть до церковного органа на альбомах звучат. Там огромный пул инструментов. И... То есть тут можно перечислять до бесконечности. Проще сказать, на чем мы не пробовали поиграть. Через пять лет после наших вот неудачных попыток с рок-группой мы включили, наконец-таки, в звучание коллектива ударные. Вот на альбомах у нас играют ведущие сессионные музыканты Петербурга, барабанщики. У нас есть перкуссионист, с которым мы выступаем. Это Ричард Старков. Вот. То есть мы не ограничиваем себя как вот в стилистических рамках, так и в инструментальных. То есть, допустим, если материал этого требует, да, допустим, как наш там весенний сингл, ни за что не скажу тебе прощай. Вот материал требовал того, чтобы звук тембр баяна был заменен на тембр клавишных инструментов. И мы это сделали, как бы. Мы не сидим и не думаем. Нас же любят за то, что у нас такой вот узнаваемый звук баяна. Не будем мы его исключать. Если песня того требует, то мы делаем то, чего требует песня. Внутри коллектива часто происходят, как бы, такие моменты, что, ну, вот как было с ни за что не скажу тебе прощай, как вот Сережа уже сказал, изначально песня была действительно написана там с достаточно существенной ролью баяна, но нас не удовлетворял результат, и мы просто ее, ну, эту версию переделали полностью. И нам, что, если говорить о жанре вообще, нам не интересно обретать свое лицо в рамках какого-то жанра. Нам интересно просто обретать свое лицо в музыке в целом. То есть не хочется принадлежать какому-то музыкальному направлению. Это неинтересно. Неинтересно играть по каким-то выверенным музыкальным клише, кем-то уже обозначенным, по протаренным тропам ходить. Нам интересно обладать своим лицом. И если, опять же, возвращаться к вопросу о Нуар Шансоне, это, как я уже и говорил, это просто второе название. Потому что мы можем меняться до неузнаваемости. При этом лицо остается то же самое. То есть если вы включите, как я уже говорил, 14-го года, альбом 18-го, вы почувствуете, что это разная музыка, но вы точно поймете, что это мы. И что это не какая-то другая группа. И в будущем, когда мы захотим выпустить какой-нибудь там очень лайтовый альбом или очень тяжелый альбом, они будут разительно отличаться от предыдущих. И там, возможно, не будет никакого Нуар Шансона, опять же. Но неизменным останется то, что вы точно будете знать, кто это делает. Спасибо вам за интересную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях М. Калинин и Сергей Сергеевич, музыканты группы Афинаш. Спасибо.